Приветствую вас! Грубо говоря, проблема заключается в том, что вы склонны сравнивать себя с другими людьми. Грубо говоря, проблема заключается именно в этом. Вы сравниваете себя с другими, вы не ориентируетесь на себя, а вы ориентируетесь на других. Потому что родители в детстве, по-видимому, постоянно вас также сравнивали с другими людьми. И очевидно, что вы склоняетесь сами к мысли о том, что мужчина выбран вами был, ну, вероятно, потому что, ну, для чего-то. То есть вы его выбрали для чего-то, вы его выбрали потому что, вы его выбрали потому что он вам был нужен. То есть в некоторой степени вы его, ну, возможно, использовали. И используете до сих пор, на самом деле. Вот. То есть, то есть, я думаю, что так. То есть подруга, она просто взяла, да, и вскрыла то, что вас волнует. Вот. Понимаете? Такая вот мне представляется история. И здесь, в общем-то, вопрос заключается в том, что вы собираетесь с этим делать. Основной вопрос. Что вы будете с этим делать. Вот. То есть вы можете вот говорить, что я ранимый и мнительный человек. Но это не черты и характер. Это скорее психологические проблемы. Для вас это психологические проблемы, что вы ранимый и мнительный человек. Соответственно, необходимо с этим вам что-то делать. Необходимо с этим вам что-то предпринять. То есть вы можете перестать быть ранимым, вы можете перестать быть мнительным человеком. Что это находится в ваших силах. Что это находится в ваших руках. Если есть желание, то все можно, в принципе, сделать. Проблем с этим, ну, лично я не вижу никаких абсолютно. Вот. Другой вопрос, что у меня нет ощущения, что вы готовы реально что-то делать. Обидно вам, потому что вы надеялись, вы надеялись и убеждали себя в том, что этот мужчина является вашим выбором. Тем, кого вы любите. Но на самом деле, нет. На самом деле, дело здесь абсолютно не в любви к нему, очевидно. А дело здесь абсолютно, видимо, в чем-то другом. Дело здесь в том, что мужчину использует. И поскольку вы склонны себя сравнивать, поскольку он ориентируетесь на других людей, и поскольку вы испытываете трудности с тем, что вот, ну, например, не можете, допустим, достигнуть чего-то. Да, да, то есть вы хотите достигнуть чего-то, но не можете, то вот вы просто поняли, что это действительно так, что мужчина, мужчина вам, вот, понимается вами как один из последних шансов. Ну вот, то есть это ваша противоречь, как бы, по сути, дел. Блин, понимаете, какая штука. Ну и, соответственно, то, что вот говорят, что-то говорит вам коллега Марины Голикова по поводу того, что задевает слова значимого человека. любые замечания, например, как критика, как непринятие отвержения. Вот, тут родители общались с вами в форме одобрения и наказания. А я лично думаю, что, ну, тут как бы предположение, да, то есть толчок, э, тычок у меня воптану, что может быть так, а может быть нет. Лично я думаю, что родители у вас вполне могут быть и мягкими людьми. Лично я думаю, что родители у вас вполне могут быть и скромными людьми, вполне могут быть людьми, которые всё держат в себе, как вы. А вот склонны подавлять свои чувства. И вы вместе с ними тоже. Либо да, либо наоборот. Ну, опять же, вы пишите, что, почему мне так обидно. Вот, обида, это ожидание. Да, вот, ожидание. Я предлагаю вам опираться на ожидание. То есть, не пытайтесь именно угадать. Ну, от чего происходит это? Вам не нужен ответ. Он точный ответ. Вам нужно дойти до него, до ответа. Чтобы дойти до ответа, нужно проследить за чувством. В данном случае, чувство обида. Вот, проследите за чувством обиды. На кого вы обещаетесь? Кому обещана ваша обида? И что лежит в основе этой самой обиды? Я думаю, что зачастую, почти всегда, обида это вот именно завышенное ожидание. То есть, я чего-то жду, я чего-то ожидаю, этого не происходит и у меня обида. Это детское чувство. Это детское чувство. Детское чувство означает, что вы сами, как личность незрелая. Это значит, что вам не давали принимать решение. Здесь, в этом, в этом, в этом, в этом контексте, может быть, права Марины Голиковой, когда говорит про разрешение, ну, про то, что вы себе разрешаете и запрещаете, вот. А можно говорить о, просто вот, в таком вот постоянном вподавлении, зависти и так далее. Что мне представляется более таким. Реальным, потому что все-таки при разрешениях и запретах, ну, вы здесь, знаете, вы бы четко знали, что вам запрещено, что разрешено и проблем бы не было. А вот это вы именно вот такой, что не собранный, не целостный человек, не целостная личность. Вот это связано, опять, с подавлением своей чувства. И взрывообразным их выражением, на мой взгляд, конечно. Это так, на мой взгляд, это так. Вот, в принципе, все и что можно сказать. Ключевой момент, это сравнивание. То есть, вы склонны сравнивать, откуда это пошло, нужно исследовать. То есть, не обязательно пошло от родителей, то есть, очень часто бывает так, что родители вообще совсем другие. Не обязательно пошло прямо от родителей. Это может быть косвенно от родителей, например. Это может быть еще какая-то родительная, какая-то фигура, значимая для вас. Так или иначе, что вам нужно понять, что сейчас вы двигаетесь по жизни, чересчур нуждаясь в других людях и опираясь на этих других людей. Это неприемлемо для вас. Вот, примерно так. Примерно так можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Информации мало. Для анализа я могу открыть ваш текст, то есть, профиль открыть ваш. Вот, например, вы пишете другой вопрос, который, кстати, тоже такой достаточно короткий. Я на него, кстати, отвечал. Вы выбрали коллегу, почему-то меня не консультировали. Почему меня так задевают и глубины души. Я все время переживаю по этому поводу, по поводу того, кто и что скажет, как он смотрит, сплетни, все такое. Ряд ли когда родственники что-то скажут на спиной, на сердце. Опять же, такой коротенький вопрос, который говорит о том, что у вас нет своей четкой позиции по жизни. Вот, и вы не ориентируйтесь на себя. Я вам это, наверное, в своем ответе говорил. Дальше, вот вы и спрашиваете, как понять серьезные намерения ли у парня. Да? Встречаемся полгода с родственником и его незнакомым. Он с моим незнакомым. По поводу совместного произведения слонка, так как человек серьезно не разбалован. Я боюсь спросить, но какие планы нам будут? Считаю, считаю, что должен мужчина, когда этот разговор начать. Могите советовать. А где-то, ваше чувствуется приложение ответственности. Да? То есть, себя на другие. Опять же, ожиданно. И плюс, попытка получить определенность за счет, ну, за счет, за счет других людей. То есть, вы хотите этой определенности. А вот еще вопрос, который вы задаете, первый, публичный. Уважаемые эксперты, подскажите, как быть, как себя вести? У меня отношения с парнем, все только начинается, и вот недавно узнаете, оказывается, что была девочка легкого поведения. Мне стало как-то неприятно. По сути, мне дано будет все равно. У тебя строят отношения, не сняв с ее сыном парень. Хорошие, внимательные хозяйственные. Ну вот, после таких лет, мне стало страшно. Помогите. Что мы здесь имеем? Здесь мы имеем, опять же, собственно, неопределенность. Опять же, потребность в том, чтобы все вокруг вас было хорошо. Чтобы все вокруг вас было идеально. Но так же не будет. Вы не полагаетесь на себя. Вы себе не доверяете. Вы не принимаете свои чувства как единственно объективный фактор того, что полезного, а что вредного происходит в вашей жизни. Почему у вас нет доверия к себе? Почему вы себе не доверяете? Нужно разбираться. Я думаю. Так. Не очень ясно, работали ли вы с психологом за все время, что вы были на сайте или нет. Мне очень ясно. Но я думаю, что вот такие коротенькие вопросы, наши проблемы не решат. Нужна психотерапия, нужна работа, индивидуальная работа. Тогда будет результат. Вот. Тогда и гадать не придется. И так далее. Мнения психологов. Мнения психологов разные. Вот. Так. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Кстати, вот небольшой такой момент. Забыл сказать о своем ответе, что как бы ориентация на других людей возникает, когда человек не получает достаточное количество ответов на свои вопросы от родителей в свое время. Возможно, у вас остались вещи, которые вам не понятны, которых вы не забираетесь, да? И вы ищите ответы у посторонних людей. И так вы привыкли таким образом, значит, ориентироваться на других. То есть родители были в некоторой степени, опять же, отдалены от вас, да? То есть, если какой-то близости у вас с ними не было. Вот. Это тоже нужно исследовать и добирать то, что вы не добрали. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok